Ну что, сука троцкидская? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ориентир номер три, правее ноль два Внимание! Выстрел! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подпиши Подпиши ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Помеж своих и чужаков я нам не лазил. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Давай на позицию! Занимаем позицию! Увозим! Быстрее увозим! 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 Стой! СТРЕЛЬБА Ставим заслон, противник из походного положения разворачивается и уходим на заранее подготовленный рубеж. Даня обстрелянной части, да нет времени на обучение, но я все равно не разделяю вашу точку зрения по поводу стойкости наших войск. Италии, итак, итак! Италии! Отдалии! Ухота! Давайте скорее! Воздух! Укрытие всем из палаток! Укрытие! Укрытие! Смирно! Вольно. Вы до сих пор всерьез думаете, что контрнаступление будет успешным? Товарищ комдив, на Минском направлении немцы вошли в Белыниче. После налета авиации, товарищ комдив, немцы атаковали передний край нашей обороны. На левом берегу реки Лахва. Рядом положил. Товарищ комдив. Надо менять место дислокации штаба и усилить охрану. Диверсанты под каждым кустом. Слушаюсь, товарищ комдив. Товарищ комдив. Товарищ комдив. Выспей рядовой! Как там? Трупы. У меня тут раненый. Ну, она меня выбрала. Извините, мы с вами знакомы? Нет. Анна, Зоя. Показывай своего раненого. В районе Шкловского шоссе идут сильные бои, товарищ комдив. Усильте разведку. Слушаюсь, товарищ комдив. Постоянно беспокоить вражеские авангарды. Слушаюсь, товарищ комдив. Э, стой! Ночью залезли на сеновал Амуру у них, и не знали, что Светка им приготовила. И вот она, значит, сеновала, хлопысь! Так орала! Вся деревня сбежалась! А ну, хватит ржать! Копай давай быстрее! Немец пойдёт, потом ржать будете! Когда немец придёт, он первый обосрётся. А ты ещё кто такой? Где тут у вас окопаться можно? От полка отстал, что ли? А документы есть? Ты что, издеваешься, что ли? Все говорят, похожи. Ладно, шутник. Пошли к ротному. Значит так, у меня в руке бутылка. Бутылка с зажигательной смесью. И сколько в ней градусов? Столько, сколько надо. Да, для машины смерть. Есть у танка одно слабое место. Прям как у моей жены, а? А чего же брал? Да как кто ж знал-то? Бабы, они все такие. Была у меня одна. Знаете? О! А когда дело дошло, все пионерка и комсоболка. Значит так. Кому не интересно, могут бакланить дальше. Только немец придет. И вот такие зенки будут. А что делать, никто не знает. А еще под срез башни можно шмальнуть. Понятно? Так точно, товарищ сержант! На минском направлении пехота оставила свои позиции на реке Лахва и отходит на заранее подготовленные рубежи в районе Присна-1 и Лиинка. Продолжение следует... Канонада на севере. Знаете, что это? Немцы форсируют Днепр, а это означает, что Витебск уже оставлен. Если это так, в чем я лично сомневаюсь, то нам бы сообщили об этом. Да и Сован информбюро об этом ничего не сообщало. Вы что, вправду думаете, что о таких вещах сразу же будет сообщать Софинформбюро? Ну, знайте. Субтитры делал DimaTorzok Железнодорожный комендант, лейтенант Левенков. Армянский. Следовал в Германию. Немного вылили? Ну, ящиков сорок, наверное. Коньяк. Армянский на землю. На шелковой фабрике налажен выпуск бутылок с зажигательной смесью. Подходящая тара. Сами додумались или посоветовал кто? Ну, и я приказал. С Витебском связь есть? Никак нет. С самого утра. Товарищ Жигунов. Боец отряда юных поджигателей танков. Молодец. Вольно. Давайте так. Вы поднимаете моральный дух бойцов и командиров. А за все остальное в дивизии отвечаю я. И вот еще что. Распорядите, чтобы коньяк перелили во фляги или бидоны и доставили в штаб. Да-да, в штаб. Ну, а в бутылки пусть и наливают зажигающую жидкость. Не хотят пить коньяк, пусть пьют это. Простите, а что вы с ним будете делать? Пить. За победу. Вот здесь наши позиции. Здесь мы протянем колючку. Молодцы, кроты. Обращаю ваше внимание на маскировку позиций как от воздушного, так и от наземного наблюдения противника. Несмотря на то, что танки противника выходят к переднему краю и производят разведку наших оборонительных рубежей, в подразделениях не соблюдается маскировка. Люди выходят днем из блиндажей, ходят по полю, выезжают на лошадях на передний край. Это преступление. Бойцы должны замаскироваться так, чтобы даже вы их не могли заметить. Давай отсюда. Вот тебе, пожалуйста. Че балдует? Поворачивай! Поворачивай, сказал! Самурай! Поворачивай! Поворачивай давай! Давай, давай, давай! Сюда, ко мне, ко мне! Давай, давай, давай! А, солёта! На, пошло! Нарвались, а! Самурай! Так, значит, командира полка! После Халкингола прозвали! Вон, рукопашный! Пятерик я в рот его уложил! Ну да! Ну, конечно! Представили их в награде! Да! Вот! Сталин в списки заглянул и говорит, ты что, на самом деле один пятерик самураев уложил! Так он сам самурай! Так, с лёгкой руки товарища Сталина и пошло! Самурай, самурай! А, ха! А! Давай! Так вот! Один раз! Щёголь штабной! Стал его жену! Это! Абхаж! Так! Адрин! Его обхаженный! Где? На юге, в полосе 187-й дивизии. Также севернее Шклова. Под прикрытием минометного и артиллерийского огня и активной поддержки авиации противник по всему фронту 18-й стрелковой дивизии начал форсировать Днепр. Таким образом, товарищ комдив, на рубеже обороны 18-й и 53-й дивизий складывается чрезвычайно сложная ситуация. К сожалению, связи с соседями нет, она прервана. Переправившаяся в районе Баркалабова группа активно стремится расширить плацдарм. Соедините меня с Шадриным. Немцы форсировали Днепр. Здравствуй, Орел. Значит так, отрежешь тылы переправившейся группировки в районе Баркалабова. Да, и посмотри, чем сможешь помочь со своего берега. Капитан Давыдов, по вашему приказанию прибыл. Старший лейтенант Кишеванов, по вашему приказанию прибыл. Давыдов. Берешь свой батальон и выдвигаешься в район Дашковки, к станции Барсуки. Оборонительный участок за старшему лейтенанту Кишеванову. Есть. Идите. Есть. Есть. Ничего не замечаете? Беженцев нет. Тихо. Мира. В операционную. Ну, как дела, медицина? Здравия желаю, товарищ генерал. Перевязочных материалов хватает? Покажете хозяйство? Конечно. Пойдемте. Здесь у нас легко раненые. Тяжелых после операции отправляем в армейский госпиталь. Сидни в четырех стенах. А здесь операционная. Очень хорошая. Самое лучшее оборудование. Зоя, у вас настоящий хирургический талант. Мне нравится оперировать. Вообще, я еще в детстве хотела стать хирургом. Да. Как говорил Гиппократ. Война – хорошая школа для хирурга. Верно. Вот и все, Зоенька. Зашивайте. Ящики с боеприпасами во вторую машину. Давай, бойцы, живее. Эй! Эй! Всех не бейте, ну! Проверка боин. Младшие командиры дивизиона противотанковой обороны заключили договор социалистического соревнования и обязались не пропустить ни одного фашистского танка на своем участке обороны. Это ваших рук дело. Продолжение следует... Я признаться, думал, что такое понятие, как социалистическое соревнование, было забыто во время финской кампании. и бред какой-то. Выбирайте выражение и потрудитесь объясниться. Объясниться? Два солдата заключают соревнования. Ну, например, на взятие огневой точки. Начинается бой, сильный огонь. Один из них храбрый, лезет в бой, а другой думает, ну, пусть в этот раз я и проиграю соревнования, зато в следующий раз, когда огонь противника будет послабее, я полезу вперед и выиграю с наименьшими потерями. Соревнования на лучшее исполнение приказа – это бред, товарищ Жигунов. Этот, с позволения сказать «бред», одобрило руководство. А ваши рассуждения, я считаю, подозрительными. Никаких соревнований быть не может. Приказы командира не обсуждаются и подлежат исполнению. Абсолютно всеми. И без исключений. Абсолютно всеми. КАПИТАН ДАВЫДОВ КАПИТАН ДАВЫДОВ Где капитан Давыдов? Хрен его знает. Постоянно беспокоить вражеские авангарды. Постоянно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зонька, вы бы отдохнули немного. Выйдите на свежий воздух, подышите. Я в порядке, это хлороформа... Анна, помогите, пожалуйста. Ну что ты? Я сама. Пойди. 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 Зоя? Комдив? Здравия желаю, товарищ комдит. Ну что же ты? Ну ладно, пойдем. Пойдем. Я случайно видела вашу фотокарточку. Он приезжал к нам в институт на 8 марта. Пойдем. 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 Так точно. Обошли по флангу и попали под огонь нашей артиллерии. Как у тебя? Потери большие. Больше, чем предполагал. Лёг батальон капитана Давыдова. Знаю. Но ты всё равно. Ты молодец, полковник. Умыл ты их просто мордой в клумбу. Действовал по немецкой тактике. Как это? Генерал Гудериан перед войной написал книгу «Внимание танки». Но оттуда можно было почерпнуть много полезной информации. Да вот, товарищ генерал, весь бой просидел в противотанковом рву. Забыли её там. Как тебя звать? Отыщите гражданских штукополеров. Пусть найдут родителей. Слушаюсь. А пока отведите её на кухню и накормите. Есть. Так, говоришь, по книге Гудериана ты тут танков нащёлкал. Так точно. Угу. Умный ты. Такие выше капитана не поднимаются. Немецкий знаете? Так точно. Это хорошо. Кто не знает языка врага, тот рискует забыть свой собственный. Это точно. Так сколько, ты говоришь, танков подбил? Двадцать, товарищ генерал. Двадцать. Так точно. Сам считал. Передайте помпохозу, чтобы доставил сюда двадцать фляжек коньяка. Каждому, кто подбил танк, по фляжке коньяка. Товарищ генерал, старшина Киселёв подбил четыре. Запьётся ж. А это уж, Пётр Кузьмич, ты сам кумекай. А вон, старшина Киселёв. Ну-ка, пойдём. Смирно! Да, вольно, вольно. Садись. Садись, Киселёв. Так точно. Из запаса старшина. Так точно. Где ж ты, браток, так стрелять хорошо научился? Охотник, что ли? Да не, плотник я. Ну, а стрелять? Да не, я к саму собой отрымался. Пошастила троху. Слушай, страшно было. Аня Гош, хату новую задумал ставить. Ну, вдруг уже есть-то-ка. А тут я ны, як поперли. Ну, думаю, воп, бляха, задушить танками. Хату не успею доробить. Детей трое. И усе девки. Жёнка, мать из старая. Одны бабы. День жить будет. Молодец ты, старшина. Молодец. За победу. Я прямо вижу заголовок. День огня. Вы закусывайте, товарищ корреспондент. Угу. Гансе паштете. Паштет из Ганса, что ли? Трофейный? Гусиный паштет. Вполне съедобная вещь. Что думаете, товарищ полковник? Сунутся завтра на вашем участке? Непр форсирован. Они расширяют плацдарм на юге и на севере. Наливайте, товарищи, наливайте. Если ставка не организует хорошо подготовленный удар и по-прежнему будет перебрасывать дивизии по частям, сидеть нам тут в плотном колечке. В колечке? Вы думаете, у немцев хватит сил, чтобы окружить такую группу вось, которую собрало наше командование? Я думаю, что мы станем свидетелями и участниками грандиозной наступательной операции. Оттолкнемся от Днепровского рубежа и дойдем до Берлина. за товарища Сталина. Коньяк армянский. Пять звезд. Ну, до хлопцов. Как думаете, полезут завтра? Нет, не полезут больше. Как же, не полезут? Полезут, как питать полезут. Заскочил пулемет, Заброхочут на ручки металлы, И дружбой, Идем по одному. На земле порой не вместе мы Ввысь идем по одному. Путь лежит среди снегов зимы, А я жду весну. Это вам? Как это понимать? Поздравляю. С чем? С днем рождения. А-а-а. Ну да. Поздравляю. Спасибо. А можно вас поцеловать? Да я не брит. Стерплю. Валяй. День рождения хуже дня смерти. Ну, почему вы так говорите? Да это не я, это... Экклезиаст. Читали? Нет. Мудрая книга. Правда, после ее прочтения жить не хочется. Ну, так не читайте. Суета-сует. Да, товарищ первый. С днем рождения тебя. Спасибо. Принимай поздравления. Уже поздравил кто? Нет. Вы первый. Спасибо. Первый поздравил. Ну, первый, он на то и первый, чтобы быть первым. А вы свой день рождения с какого возраста помните? Ну, может, лет с пяти? С пяти. Расскажи, судьба, всю правду мне. Ничего. Нет, а я... Отчего... Слушай, началась бомбонтировка позиций в районе Буйниче-Веккер. Думаю, здесь и начнется основное наступление. Постоянно докладывай. А вас... Вам... Вы... Зоя. Зоя Сенцова. Доброе утро. А вы, Зоя Сенцова, идите в госпиталь. И... Забудьте про эти. А вечером заходите. Не стесняйтесь. Зоя Сенцова. Зоя Сенцова. Такую рань гостей принимаете? Статки прорвали до нашей позиции. Артиллерия молчит. Подержите огнем. Продолжение следует... 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 Что у тебя там происходит? Ни хрена себе. Похоже, немцы после психического атака. Жаль, не могу посмотреть на это чудо немецкой оперативной мысли. Подпускай ближе и лупи со всех стволов нахрен. Без команды не стрелять. Передай на батарею беглым огонь. Тюльпан, беглым огонь. Ориентир прежний, беглым огонь! Ориентир прежний, беглым огонь! Ориентир прежний, беглым огонь! Ориентир прежний, беглым огонь! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Немцев нигде нет. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Sимон» 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 «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»